Во вторник, 21 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал дату заседания Конституционной комиссии, во время которого состоится обсуждение проекта новой версии Конституции. Лукашенко заявил, что заседание Конституционной комиссии с участием президента может состояться уже в следующий вторник, 28 сентября. Напомним, что действующий президент Беларуси заявил о необходимости изменения Конституции Беларуси на фоне протестов, охвативших страну после президентских выборов в августе 2020 года. Он не раз утверждал о том, что после принятия нового варианта основного закона покинет свой пост. Во вторник, во время своего выступления, он также упомянул обещанную передачу части полномочий президента правительству и местным органам власти, а также упрекнул чиновников из администрации президента в Валакете. Лукашенко пояснил, как именно представляют передачу доли собственных полномочий, которые необходимо совершить с отсутствием изменений в Конституции. Однако, по его мнению, этот вопрос заглох сразу после того, как было сделано лишь несколько шагов. Несмотря на это, разработка новой Конституции все еще остается на повестке дня. Перечисленные Лукашенко действия по перераспределению полномочий пока что выглядят для многих политологов несколько комично и носят косметический характер. Например, в июле особым декретом правительству отдана полномочия координировать эмиссию добавочных выпусков промоакций переработчиков сельхозпродукции. Спустя длительного затишья о предстоящем референдуме днем ранее Лукашенко упомянул о нем, хотя некоторые эксперты стали даже предполагать, что лидер политического режима решил тихо отказаться от идеи изменить Конституцию и провести ее через плебисцит. Жаль, что упомянуто о сроках референдума совсем не было. Ранее Лукашенко заявлял, что тот пройдет не позже февраля 2022 года. Но сегодня развитие дальнейших событий остается большой загадкой. Вдобавок политические аналитики высказали мнение о том, что Лукашенко возил проект Конституции в Кремль на прошедшие 9 сентября переговоры с Владимиром Путиным, чтобы тот ее оценил. И молчание Лукашенко насчет проекта после возвращения из Москвы комментаторы расценили по-разному.